Возникла вот такая серьезная проблема. Ночью встретились с зеркалами и полностью вышло из строя зеркало. Причем зеркало с подогревом. Поэтому разломался не только пластиковый корпус, но и металлический корпус. Здесь кусок отвалился. Ну и собственно сам шарнир. Механизм тоже отломался. Продолжение. Будем восстанавливать зеркало для того чтобы сейчас нужно его снять. Сейчас покажу само зеркало. Вот так выглядит. Тут уже все. Единственный момент. Весь пластиковый корпус целый. Собственно я хочу поставить старый пластиковый корпус. Почему покрашен в цвет. Если ставить новое зеркало то это нужно и само зеркало красить. Ну и как я уже говорил проблема в том что это с подогревом зеркало. Поэтому обкладыши в основном продаются простые. Без ничего. Поэтому планирую все-таки восстанавливать зеркало с подогревом. Как я это буду делать буду показывать. Но для начала нужно снять. Как снять зеркало. Крепежей три. Один здесь и два здесь. Нужно снять вот этот корпус. Он или руками просто если получится. Ну или просто поддевайте здесь отверткой и вытаскивайте. Вот он вышел. Ну и все. И вот три звездочки которые нужно открутить. Значит что нужно делать дальше. Понятно что нужно открутить эти три винта. Но тут еще есть кабель от зеркала. И он фишкой соединяется здесь. Под пластиком. Чтобы не снимать весь. Снимаем сначала вот эту панельку. Просто поддеваем. Здесь вот. Вот так вот. Зацепил и все. И можно убрать. И теперь есть доступ. Возможность с этой и с этой стороны добраться до фишки которые нужно разъединить. Непростая задача добраться до фишки и разъединить. Однако это возможно. Во всяком случае если вам не хочется разбирать всю весь пластик. Всю панель. То придется немножко понаблюдать и помучаться. Значит смотрите. Я как можно сильнее вот с той стороны у меня разобранное зеркало. Я как можно сильнее вытащил провод. Засунул вот так сюда на эту сторону что я смог увидеть разъем. С двух сторон разъема есть флажки которые нужно нажать. Сейчас покажу. Я уже разъединил. Так смотрите. Флажок. Плохо видно. Его нужно нажать. Вот так сбоку разъема пальцем нужно с одной стороны и с другой нужно нажать. Ну просто у меня не получилось. Разъем вставляется в середину сюда. Это папа. Мама сюда вставляется и у мамы здесь два плашка с обоих сторон. Просто так нужно два пальца засунуть. Чтобы нажать и вытащить. У меня это удалось сделать. Теперь теперь уже все ставим на место. Зеркало снимаем. Итак откручивается она звездочкой под номером 30. Откручивается нормально. Не застывшая. Одной рукой нужно придержать будет. Одна гайка неудобная. Немножко пластик мешает. Но отвертка все равно подлазит. Если она сильно затянута и под углом не получится открутить. Придется снимать пластик. Собственно открутил. И теперь здесь есть такой уплотнитель. Продавливаем уплотнитель чтобы его вытащить наружу. И вытаскиваем разъем. Собственно все я вытащил. Теперь приступаю к следующему этапу. Необходимо новый корпус. Потому что металлическая часть вышла из строя. Для того чтобы решить проблему с оторванным механизмом здесь необходимо вытащить провод. Нужно или с этой стороны с разъема вытащить провода и вытянуть. Но не получилось у меня с этого разъема вытащить контакты. Здесь два контакта уже вытащены с подогрева. А с управления два черных. Это два черных. Это подогрев. С регулировки можно вытащить здесь разъем стандартный белый. Что необходимо сделать? Необходимо вытащить фишку. Фишка белая. Просто вытаскивается и все. Вверх. Думаю что с этим особых проблем не возникнет. Здесь фиксатор есть. Который держит этот разъем. Если потянуть аккуратно отверткой разъем подается и вылазит. Еще провода подтягивать. Провода натянуты. И разъем выходит. Собственно задачей является вытащить разъем. Цель какая? Теперь из этого разъема вытащим провода. У меня еще и кусочек металла здесь обломался. Не знаю будет ли это проблемой. Он не варится. Это силумин сплав алюминия. Именно поэтому сломался механизм. Этот сплав очень слабенький. Здесь такие тоненькие. Тоненькая силуминовая трубка и она сломалась. В принципе при ударе стекло в стекло. Наверное бы любой сломался. У меня так произошло. Это был встречный удар. И так я разъем вытащу. Что теперь нужно сделать? Можно маркером отметить. Например, там где синий, синим. Там где коричневый и красный. Ну и соответственно снять. Снимаю со стороны где сняты фаски. Здесь прямой и с фаской. И коричневый. Слева направо. Синий, зеленый, коричневый. Теперь я уже один контакт отсоединил. От белого. Значит, смотрите. Если смотреть. Сюда есть контакт. И вот такой специальный вырез. Для того, чтобы засунуть какой-то... Вот у меня сейчас это иголка от швейной машинки. Со сломанным кончиком. Я его туда засовываю. И пытаюсь оторгнуть язычок. Он там в самом конце. Может быть будет видно. Вот тут начинается язычок. Его нужно немножко загнуть туда. Для этого несколько движений. И пробуем. Не идёт. Ещё несколько движений. Загибающих. Оп. Оторгнулась и выходит. Всё. И то же самое делаем со следующим контактом. Пытаемся согнуть этот язычок. Всё. Контакты я вытащил. Что я теперь делаю? Теперь вытягиваем полностью отсюда воду. Загибаем. Они упираются. Потом их надо будет ещё и назад засовывать. Непростая задача. Но легких 5 не ищем. Один проводок застрял. Два вытащились. Один где-то зацепился. Сейчас я посмотрю куда зацепился. И отсоединю. И всё. И вытаскиваем. Будем что-то предпринимать. Я освободил провода. Что теперь нужно сделать? Нужно вытащить из этой части корпуса. Протянуть. Ну и собственно вообще вытягиваем. Потому что будем делать манипуляции с этим отверстием. Просто протягиваем провода. Провода в сторонку. Они нам пока не пригодятся. Ну и теперь нужно решить как восстановить вот эту часть. Когда-то вот так. Эта часть была. И она отломалась. Это было цельное. Теперь нужно вставить сюда какую-то другую трубку. Или прикрутить болтом. Но я сейчас буду принимать решение. Как будет для меня удобней. Значит. Ходит она. Эта часть не много. Буквально. Сдвигается на вот такое расстояние. И все. И упирается. В эту сторону. Вот так. И в эту сторону. Вот так. Дальше необходимо отделить пластиковую часть от металлической. Здесь она немножко держится на таких приваренных заклепках. Их нужно будет высверлить. Но сначала надо снять вот этот утеплитель. В общем-то шаг за шагом. Каким-нибудь инструментом надо потихонечку отклеивать от основы. Или лезвием для строительного ножа. Или может быть потихонечку аккуратно. Она нам еще пригодится. Будем ее ставить на место. Поэтому стараться не повредить. Понятно что что-то может не получиться. Но в основном нужно сохранить. Собственно вот так. Задача высверлить вот эти две заклепки. Не заклепки. Тут были пластиковые штыри, которые расплавили. Просто высверливаются две. И потом металлическая часть от пластиковой отсоединится. И мы получим доступ к нижней части. Туда будем вставлять крепеж для трубки. Поэтому желательно его отсоединить. Сейчас высверлим. И так пластик сверлиться не сложно. С этим проблем не возникнет. Так. Чтобы было вам видно. Собственно. Это все. Одну. И вторую. Все. Теперь необходимо отсоединить. Пластик тоже в сторонку. Оставляем металлическую часть. Что необходимо? Необходимо подобрать сюда такого диаметра трубку. Чтобы она могла здесь закрепиться. И чтобы она заходила вот сюда. Если померить диаметр, то у нас здесь 17 миллиметров. 17 миллиметров. Обратите внимание, что вот тот штырь который был 15. То есть мы от 15 до 16 с половиной миллиметров можем смело иметь. Я не знаю какой 16 здесь. Может быть здесь. А тут 16. Видимо немного под конусом было. Сейчас я здесь померю. 16 с половиной миллиметров. То есть здесь он как-то вот этот был немножко под конусом. То есть до 16 с половиной. Легко трубку. Это может быть или алюминиевая или металлическая. Сейчас буду что-то подбирать. Для того чтобы вставить. И потом с двух сторон закрепить пружину. Ищем подходящий материал. Это может быть медь, алюминий или сталь. Поковырялся в гараже. На металле где у меня валяются разный металлолом. Были варианты у меня лыжные палки. Алюминиевые. Алюминиевые. Но они маловаты в диаметре. А вот нашлась вот такая штука. Это патрубок для водяного охлаждения. Жигулёвский. Уже бэушный. Снятый. Ненужный. Но еще валялся где-то в гараже. И он как раз вот сюда входит. То есть это будет мне плюс. У него уже есть вот эта штука. Которая будет его держать вот здесь. С этой стороны я одно ухо так отрежу. Чтобы он сюда зашел. И с этой стороны будет держаться. А с этой стороны будет натягиваться пружина. Единственное что сейчас нужно рассверлить. Диаметр ровно 16 миллиметров. Мне нужно вот эти вот остатки высверлить до 16 миллиметров. Нашел какой-то сверлок. Скорее всего на 16 миллиметров. И сейчас рассверлю. И у меня будет с этой стороны хорошо входить этот шток. Он уже отверстие большое. Короче джекпот. Все что мне нужно было уже нашлось. Все пошел рассверливать. И подрежу его где-то вот так. Для того чтобы можно было зафиксировать. Чтобы на конечном этапе она была приблизительно вот в эту длину. Как вот здесь. Все. Иду зажимать в тиски и рассверливать. Первый этап я уже сделал. Вот так я решил поступить. Смотрите какая ситуация. Я вставляю сюда. Уже с этой стороны есть крепление. Я уже говорил это патрубок с автомагазина. Жигулевский. С какой-то спички. И он уже вставляется. Смотрите. И все. У нас полноценный палец есть. Теперь как я планирую дальше поступить. Значит вот он как раз одевается на него. Фиксируется. В таком положении он будет стоять. Дальше пружина. Потом шайба. И затем я вот тут на 6 частей разрезал обыкновенной ножовкой по металлу. Я лепестки заверну. Все. Вот таким образом я решил поступить. Засуну и развальцую лепестки. Так я решил проблему с крепежом. Дальше с этим вопроса уже не будет. Полностью решенная проблема. Теперь дальше у меня проблема самого корпуса. Само зеркало я заказал. И зеркало придет. Стоит очень недорого. 7 долларов. А вот с этим придется помучаться. Необходимо склеить. Почему я решил помучаться? Хочу сохранить цвет. Оно выкрашено. Если я подберу какой-то аналог. Левая будет одного цвета. Правая будет другого цвета. Ну и плюс не совпадать. Машина перекрашена. И покрашено зеркало в этот же цвет. Распространенный цвет. Но все равно будет немного отличаться. Поэтому я решил попробовать как получится. Если все таки заклеить. Здесь нужно склеить. И нужно восстановить несколько моментов. Восстановить вот эти фиксаторы. И восстановить. Тут еще есть у меня эта часть. После склейки я еще поставлю на скобы армирующие. И что еще нужно восстановить? Вот эти крепежи для винтиков. Тоже нужно восстановить. Это я буду восстанавливать эпоксидкой. Ну первое что нужно. Это вот склеить 2 основных части. И уже дальше будет видно. Смогу ли я пойти дальше. Если все удачно склеится. Значит буду дальше в эту сторону продвигаться. Сейчас буду подбирать клей. Итак я продолжаю восстанавливать зеркало. У меня вот так вот была вот эта часть. И я получается сначала склеил эпоксидкой. А затем заармировал. Армировал я с помощью сетки нержавейка. И с помощью суперклея. Суперклей просто наливал и засыпал содой. Он тогда сверху схватывается таким коржом. Зачистил, обезжирил. Для того чтобы заармировать. Потому что я это склеил. Но нагрузка будет и она все равно отломает. А так есть армировочная сетка. Она будет держать. Но тут возникает дальше. Ситуация с пластиком. У меня в принципе эта часть. Была здесь просто трещина. А здесь вырван кусок. Вот так вот видите. Здесь я просто заклеил суперклеем. Но суперклеем хорошим. Крутой суперклей. Верт склеивает насмерть. Были оторваны вот эти вот крепления. Оба. Я их тоже посадил сначала на суперклей. А затем заармировал скобками. Это обыкновенные скобки. Вот как здесь например. Скобки от степлера. Если видите. Обыкновенные. Что я делаю. Беру, ставлю скобки. И нагреваю, утапливаю. У меня обыкновенный выжигатель по дереву. Это можно делать например паяльником. Но я обычно это делаю выжигателем. Удобнее так скажем. Не знаю лучше это или не лучше. Значит что здесь сделано. Здесь тоже эта часть была полностью отломана. И вот эта часть в двух местах. Я тоже приклеил суперклеем. Опять таки хорошего качества. Супер супер клей. Клей клэпфикс вюрт. Теперь я буду подкрашивать. Но сначала я хотел заармировать. Тут много чего заармировать. Чтобы клей может не выдержать. Но если поставить на скобы. То больше вероятности что будет держать. Я для начала брал эти скобы просто пинцетом. И на газу нагревал. И приклеил. Они так немного вырезаются. А теперь можно поглубже утопить выжигателем. Я так всегда делаю. И так что за шагом утапливаем поглубже. Смотрите чтоб насквозь не прошло. Потому что потом придется перекрашивать. Чем оно удобно? Они же с крючка под 90 градусов загнуты. Поэтому удерживают жесткость. Ну и таким образом здесь уже немножко зашлифовал шкуркой. И буду потихонечку подкрашивать. Как и чем буду подкрашивать потом вам все покажу. Ну вот таким образом потихонечку шаг за шагом я прячу. Загоняю в пластик. Так он будет армировать. Это следующий шаг. Чем я займусь потом? Потом я буду восстанавливать вот эти вот крепления. Куда будут закручиваться винты. Это такие наплывы здесь. Так же как и наплывы вот здесь. Они тут сохранились. Но только отломались. Я их на место приклеил. Заармировал вот так скобами. Но для того чтобы еще лучше держалась. Я сейчас оболью это все эпоксидной смолой. Чтобы они хорошо прихватились к пластику и держались. Ну собственно. А пока я просто утапливаю в пластик. Для того чтобы заармировать металл. Сначала это делаю вот такими скобами. А потом начну работать эпоксидной смолой. Ну и так что за шагом все скобы утоплю. Теперь утопливаю с помощью выжигателя. Я размешиваю сейчас эпоксидный клей. Такой двухкомпонентный. Нужно его быстро размешать. И обмазать эти выступы. Для того чтобы лучше схватилось. Потому что у него площадь крепления маленькая. Я немножко укрепил металлом скобками. Ну и теперь еще и эпоксидным клеем. Площадь увеличится и будет лучше держаться. У этого клея время жизни маленькое. Около 5 минут. Поэтому тут все надо делать быстро. Что такое время жизни. Потому что он начинает затвердевать. Плотнее становится. Высыхает он сутки. Так называемое время жизни маленькое. Поэтому надо с ним торопиться. Не показывать простите. Ну просто вот таким образом. Так он схватится на большей поверхности. Ну и будет крепче держаться. Собственно это второй этап. То же самое я сделаю здесь с крепежами которые обломались. Один и второй. Хотя второй может даже совсем не буду делать. Буду крепить только на вот эти вот фиксаторы. И на один винт. Наверное так сделаю. Все. Теперь собираем оставшийся клей. И все сюда. Таким образом получается. Собственно. Более менее. Восстановился. Восстанавливается крепежи. Таким образом. Нормально. Нахрустка на него в принципе вообще. Здесь. В любом случае на этой стороне. Вообще нет. Просто держится эта крышечка. На нем то и все. Как пыльничек. Лишь бы пыль туда не попадала. Все. Теперь оставляем на затвердевание. И я перейду к следующему этапу. Буду восстанавливать. Крепежи вот эти. Сюда вставляется само зеркало. И здесь была сверху перемычка. Но я сделаю. Залю это все силиконом. Так чтобы перемычка прямо в силикон заходила. Планирую так. Потом все это покажу. Ну что же. У меня продолжается борьба с зеркалом. Смотрите. Я его уже покрасил. Покрасил обыкновенным баллончиком. Посмотрел. Сначала покрасил внутри. Брызнул. Смотрю. Цвет полностью совпадает с тем, что есть снаружи. Тут уже было. Напомню, что у меня окрашенный автомобиль. Поэтому стандартный цвет мог не подойти. Брызнул с баллончика. Абсолютно одинаковый. Смотрите. Вот здесь. Видите? Та трещина, которую я заделал. Полностью была отломана. Тут. И вот эта часть выломанная. Вот здесь полностью. Я ее вот так заделал. Еще лаком вскрою. В принципе плюс-минус уже нормально. С лаком будет, конечно, лучше. Что я еще сделал. У меня выломаны вот здесь вот крепления. Здесь вставляется металлическая часть. И пластик выломанный. Я поставил такие скобы из проволоки. И сейчас заполню это силиконом или полиуретаном. У меня такой герметик полиуретановый. Чтобы он схватился здесь. Схватился внизу. И когда он войдет. Он будет стоять в таких полиуретановых пробках. Что я имею ввиду? Вот здесь, когда он вставляется. Видите? Здесь он вставляется такими выступами. И я сделаю так, чтобы он вставился сюда. В полиуретан. Но чтобы не приклеился. Потому что нужно что-то снимать. Поэтому я сейчас возьму. Смажу маслом. Пленкой стрейчевой. Обмотаю. Сюда залью полиуретан. Сюда и сюда. Прямо крупно. Чтобы сюда зашел. Схватился. В арматуру. Заармировался. И засунул. И он тут застынет. Чтобы потом можно было вытащить. И будут такие резиновые ребра жесткости. Здесь я восстановил место под шуруп. Здесь даже не буду восстанавливать. Скорее всего. Потому что вот на этих. Будет хорошо плотно держаться. Так как я вставил. Просто проволочкой нагрел на газу. Паял здесь отверстие. И потом засунул такую скобочку. Чтобы теперь залить все. В моем случае полиуретановый герметик. В такой тубе как и силиконовый. Оказывается что есть такой. Хотел купить силиконовый. Но серый. Мне предложили полиуретан. Я купил. И теперь сделаю такую вставку из полиуретана. Смотрите какая ситуация. Я обыкновенным базилином смазал вот эти пиптыки. Которые будут заходить сюда. И обыкновенный стрейч пищевой. Она такая тоненькая-тоненькая. Кусочек оторва. И на нее насаживаю. Чтобы гарантированно силиконовый полиуретан. Который я сейчас сюда намазываю. Чтобы он не пристал. Потому что вдруг если снимать. Потом будут трудности с этим. Вот я так плотно прилепил. Для чего я это делаю? Сейчас как видите. Я уже здесь замазал герметиком. И всуну сюда. Теперь делаю то же самое со второй частью. Со вторым крепежом. Просто надавливаю. Чтобы еще и вам было видно. Не знаю как это сделать. Сверху надавливаю. Выдавливаю туда герметик. У меня в моем случае это полиуретановый. Но может быть и силиконовый. Цвет без разницы. Он сделает такую подушку. В которую всунется. Сейчас его распределю. В нижний отсек. Вот эту проволоку замажу. Чтобы она крепко стояла. Держаться будет я думаю. Ну и все. Теперь туда. Я хочу чтобы теперь на крепеже. И хочу чтобы туда зашли вот эти выступы. Сейчас наверное еще немножко добавлю сверху. Чтобы она толкнула. И я добавлю сверху еще немножко герметика. И прививлю. Вот так. Все это будет гарантией толку. Не очень логично. Вот так. Так чтобы она придавилась. Вроде бы и плохо когда если прилипнет к самому корпусу. Ну и нужно все таки чтобы зафиксировала. Собственно все. Оставляю. Высыхать должно долго. Потому что силикон слой толстый. Теперь в принципе уже будет готово. Крепеж готов. Ожидаю когда застынет. И будем собирать. И так вот что получилось. Я уже вряд ли блеск передается. Вскрыл лаком. Лак обыкновенный. Акриловый из баллончика из строительного магазина. Вот так получились. Как видите вот такие входы для вот этих лап. Вот этих штырей. Ну собственно все. Я теперь начинаю сборку. Но прежде чем начать сборку нужно решить проблемы с закисшими винтами. Здесь обломалось два винта. Необходимо высверливать. Тут нужно брать маленькое сверло. И только высверливать. Не получилось ничего сделать. Не раскислять. Ничего не получилось. Поэтому высверливать будет тоже непросто. Нужно попадать в середину. И не выходить в бок. Потому что край алюминиевого. Корпус силуминовый. Конечно будет быстрее сверлиться. чем сталь. Поэтому набираюсь терпения. И высверливаю два отверстия. Собственно ничего особенного. Берем и сверлим. И так чем я сейчас занимаюсь. Высверливаю винты. Которые тут обломались. Уже просверлил маленьким сверлом. И все так просто оказалось. Очень сложно просверлить ровно. Чтобы никуда не уйти. Обломалось одно сверло. Но удачно внутри. Оно выскочило. То есть я видимо немножко перегнул. Оно не заклинило. Просто я перегнул. Поэтому иголочкой туда-сюда поштрикал. Выбил и оно выпало. Самый лучший вариант. Но все таки просверлил. Что теперь наверное видно. Отверстие есть. Теперь получилось приблизительно по центру. Теперь вставил немножко более толстое сверло. И уже по нарезанному будет хорошо заходить. Ну и так просверливаем. Пока не высверлим все. В принципе это уже теперь не сложная задача. Самое сложное это первое. Чтобы не уйти в сторону. Потому что резьба по моему там два с половиной миллиметра. Нужно начинать с тонкого свера. Ну а теперь уже по тому отверстию которое есть. Можно заходить в середину немножко больше. Сначала я шел миллиметровым сверлом. Сейчас у меня полтора. Ну и потихонечку. Шаг за шагом. Проверяя соосность. Чтобы постоянно контролируя. Никуда ли я не вышел. Ни сюда ни сюда. И вот так можно уйти в сторону. И вот так можно уйти в сторону. Контролируя понемножечку. Высверливаем отверстие. И так после того как я просверлил на два. Сначала на миллиметр. Потом на полтора. Потом на два с половиной. И затем взял нарезал резьбу на м3. Теперь у меня стоит. Сейчас хочу подобрать. Уже нарезал. Поэтому просто показываю что она туда заходит. Резьба м3 есть. В принципе здесь наверное немножко больше резьба. Не могу сказать. Она немножко в сторону ушла. Все таки часть металла осталась. Железа и часть в дюраль. Но держаться в принципе оно будет нормально. Вопрос в другом. Сейчас я подбираю винты. И думаю нарезать ли мне на м4 резьбу. Или оставить на м3. Но это еще под вопросом. Главное подобрать соответствующие винтики. Которые будут держать. А держать она будет вот эту часть. Нужно сюда что-то удобное подобрать. Ну и все. Как только подберу начну собирать. Итак на чем я все таки остановился. Ничего такого интересного черного я не смог подобрать. Но решил поставить. Смотрите не на м3. А именно это шуруп. В принципе под них резьбу. А не по пластику. Ну я туда-сюда попрохожу. И он в принципе зашел туда. А значит я теперь. Почему я решил его взять. Ну во-первых. Он будет прихватывать. Не будет заходить вниз. Внутрь. А будет сверху. За корпус держать. Пусть будет выглядывать. Но зато. У меня же эти штучки выламывались. Думаю что они имеют не такую крепость. Ну и теперь я в принципе могу уже. Ну и плюс они черные. Подобрать что-то новое черное. Но я думаю что это в принципе невозможно. Во всяком случае ничего у себя я такого не смог найти. Попрохаживался несколько раз. Он заходит. Все в порядке. Теперь хорошо смажу. Здесь внутри графитовой смазкой. Она даже при высыхании. Любая смазка высыхает. После высыхания остается графит. И он все-таки дает возможность выкрутиться. Потом впоследствии. Ну собственно все. Теперь я могу собирать. Закручиваться. Оно уже теперь в принципе будет. Я так думаю. Ну и теперь здесь не очень красиво. Возможно подберу здесь напрямую. Здесь оно на склоне. Поэтому все-таки нужно вставить туда такой винт. Который бы прятался в середину. Я не досмотрел этот вопрос. Ну думаю что я и этот смогу вопрос решить. Такие винты черные. Вот какой-то бытовой техники у меня есть. Ну вот так я решил вопрос. Теперь буду продолжать собирать. Ну что же я наконец дошел до стадии сборки. Как уже я говорил все переделал. Значит вот на этой части я вставляю. Это от патрубок водяной от Жиглевский. Какой-то старый. Использованный с магазина ровно 16 миллиметров. Как раз подошел. Рассверлю. Значит теперь вставляю эту часть. Она вот так вот как-то соединяется в свое место. Ставим пружину. Ставим кольцо. Это шайба которую я подобрал. Не родная. Но она хорошо заходит и хорошо будет держать. Так что еще нужно. Теперь засаживаем хорошо. Важно чтобы пружина натянулась. Что для этого собственно самостоятельно пружину. То ли может быть в тисках можно. Смотрите как решил поступить. Беру. Засовываю. И вот прихватываю за лепестки которые там разрезаны. И натягиваю. Оно одним концом немножко и поджимает пружину. Ну и так с другой стороны. Беру. И когда загибаю. Оно поджимает пружину. Единственный момент. Здесь будет не очень удобно. Потому что мешает. Вот так вот развальцовываю. И все. Теперь главное не переборщить. Чтобы все таки она могла двигаться. Сдвигается. Фиксируется. Собственно свою задачу выполняет. Вот так. Я даже не буду до конца загибать. Иначе придется подрезать. Будет мешать. Ну а эти загнули. Все. Теперь. Мне кажется придется даже. А нет. Нормально. Пружина держит. Перескакивает. Все в порядке. Все. Теперь можно приступить к тому чтобы заводить сюда провода. Провода. Значит помним что провода заводятся сначала через вот этот поролон. Он будет здесь стоять. И затем уже заводим сюда. Тут отверстие большое. Проблем не будет. Даже больше чем родное было. Родное было из силамина. Стенки имели определенную толщину. Ну а для стали стенки могут быть еще меньше. Приблизительно так. Вот этот поролон встанет сюда. Он тут и нужен будет. А теперь повторяем ситуацию. Что нужно сделать. Нужно протянуть вот эти провода 3 под низом. Вытащить. И каким-то образом непонятным вставить. Соединить в разъем. И потом вставить разъем на место. Сейчас буду продевать по одному или вместе. Стараться продеть. Чтобы сюда вышли провода. Итак дорогие. У нас дальнейшая сборка. Произошел дальнейший прорыв. Значит я никак не мог протянуть провода. И даже если бы протянул. Так я поставил вот эту часть. Что туда ну никак не засунуть фишку. У меня же была отломана эта часть. Фишка легко вышла. Но как-то никак я ее не мог назад туда засунуть. Поэтому я все-таки занялся откручиванием 3 винта. Чтобы открутить. Что я для этого сделал. Я пшикал много раз уже раскислителями. Но тут и винт у меня по сути дела немножко двигался. Вот так вот чик 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 чик. Но откручиваться не мог. Тогда я на ночь залил сюда раскислитель. И потом на следующий день произошло чудо. С помощью второй биты. Одну биту сломал. Но вторая все-таки открутилась. Ну и теперь у меня произошло чудо. Я открутил. Ну а раз открутил. Теперь уже проблем не будет. Я смогу завести провод. И смогу вставить фишку. Самая главная фишка вставить. Ну а фишку вставляем по тем проводам. Которые у меня здесь были отмечены. Синий, красный, соответственно зеленый в середине. Все. Теперь собираем в обратной последовательности. Смотрим с какой стороны был язычок. Язычок нужно при этом немножко отогнуть. Чтобы он там зафиксировался. Когда вставляем. Вставляем. Щелк зафиксировался. Зеленый посредине. Все. Так. Как-то вот так. Так. И нужно засунуть до конца. Зафиксировать. Тут фиксация есть. Ну все. В принципе. В нормальном состоянии. Винт. Ну раз так. То теперь уже ничто не мешает нам. Как-то так. Заворачиваем. И вставляем на место. И закручиваем. Самая большая сложность была в том, чтобы раскрутить, наверное, я все-таки чем-то смажу. У меня есть смазка. Надо подумать. Чем смазать. Например. Смазкой шрус. Или смазкой графитной. Графитная смазка даже после высыхания. Любая смазка высыхает. Здесь ее никто не разбирал. Уже много лет. Больше 12 лет. Поэтому она высохла и закоксовалась. Графитная смазка даже после высыхания все равно остается подвижной. За счет графита, который там остается. Поэтому, наверное, смажу графитной смазкой. И перехожу к компоновке сборки всего зеркала. При сборке я забыл вот эту часть поставить на место. Пластиковая. Уже все собрал. И теперь все заново пришлось переделывать. Поэтому обратите на это особое внимание. нужно вставить вот эту часть. Вместе с этой частью и продетым проводом нужно сначала этот пластик. все пришлось назад вынимать. Обратите на это особое внимание. Не хотелось мне все это снова делать. Но никуда не денешься. Пришлось все разбирать. Снимать пружину. Не забудьте одеть эту пластиковую часть. И уже тогда снова вместе с этой пластиковой частью. И так следующее что нужно сделать после того как мы одели этот пластик. Нужно его тут закрепить. Мы в прошлый раз высверлили. Теперь берем выжигатель и наплавляем сюда. Иначе кроме этих пластиковых штучек его больше ничего не держит. Поэтому тут аккуратно берем. И недостаточно просто туда его наплавить. Просто туда его положить, растопить. Необходимо туда в середину его вплавить. Иначе от вибрации он разойдется. Поэтому туда аккуратно вот так вот планомерно вплавляем. Этот пластик и наплавляем так чтобы он зашел с горкой и зацепился за металл. Поэтому тут не жалеем температуру и не жалеем пластик. Потом в принципе доплавить его можно будет добраться до него несложно. Если даже он там сломается. Зачем нам это нужно? Вот так потихонечку полностью. То же самое делаем и с другой стороны. Это можно делать паярником допустим. Или на худой конец можно на газу нагревать какую-то отвертку допустим. И делать это удобнее. Тут можно контролировать постоянную температуру. Можно уменьшить. Я делаю на максимальной температуре выжигателя. Вот данную ситуацию. Ну и смотрите конечно смотря какой пластик вы пользуетесь. Иногда бывает очень вонючий. И тогда лучше делать это где-то в проветриваемом помещении. Все одно я сделал. То же самое проделываем с второй заклепкой. Теперь уже действительно осталось. Я как вы поняли все разбирал. Для того чтобы этот пластик заново поставить. Ну и теперь уже все заново можно собирать. И он туда хорошо входит. Ну как бы на этом все. Теперь закручиваем. Я оставил на одном саморезе. Потому что у меня здесь хорошо держат пластиковые. Не пластиковые. Силиконовые. Полиуретановые. Здесь резинки очень плотно держат. Нет никакой вибрации. Закрываю здесь. Ну и собственно закрываю. Здесь. Вот так. И все. Собранное зеркало. Что собственно меня радует. И уже буду подсоединить здесь. Ну что же. Вот так у меня получилось. Собрать. Здесь небольшой нюанс. Видно что оно склеено в самом низу. Ну а тут я все выкрасил. Здесь в принципе все нормально. Собралось хорошо. Плюс-минус зазоров практически нет. Кое что конечно мне пришлось подправить. Вот так выглядит собранное зеркало. Сейчас. Единственное что купил. Это вот зеркало. Оно стоит. Вместе с доставкой около 200 гривен. Это приблизительно там 8 долларов. Но они есть разные. С подогревом. У меня зеркало с подогревом. Поэтому здесь есть контакты для подогрева. Ну вот. Таким образом это будет выглядеть. Сейчас все собираю. И буду пробовать ставить на место. Ну а ставится в принципе оно не сложно. Поэтому. Есть один нюанс. Смотрите я выбрал зеркало с подогревом. Смотрите при заказе не учел один нюанс. Они одинаковые. Все в порядке. Но не учел один нюанс. Здесь контакты подогрева в старом. Побитое стекло. С этой стороны контакты подогрева. А у меня... Итак для того чтобы назад установить. Прежде всего провод. Протягиваем. Проставили. Теперь заводим. 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 Утеплитель. Или проставку. Что еще нужно? Нужно с собой обязательно взять винтик. Потому что вот сейчас я вставил. Мне чтобы обойти надо бросить. Поэтому чтобы его бросить и оно не упало. Бинтик закрутил. И можно обойти. Ну собственно все остальное легко. Я тут уже соединил провода. Соединил фишку. Соединить было намного легче чем разоединить. С двух сторон попал. Зацепил. И все. Что еще нужно? Собственно закручиваем три винта. И у нас полностью готов ремонт. Что у нас получилось? Включаем зажигание. И проверяем все ли. Переключаю на левое зеркало. Теперь могу туда-сюда регулировать. Я уже отрегулировал. Таким образом полностью решился вопрос. Дальше я полностью сейчас закручу. Покажу чем все закончилось. Зеркало на месте. Оказалось что краска от баллончика абсолютно полностью совпадает с краской. Единственное что перед тем как красить лаком необходимо чтобы полностью высохло. И лак разбавляет краску от баллончика. Поэтому нужно сначала пшикнуть. Быстренько подождать пока высохнет верхний акриловый слой. Потом сразу много слоев нельзя. Поднимает как-то разрывает краску нижнюю. Поэтому нужно с прерывами красить. А так в принципе я доволен. Все получилось. Теперь у меня есть левое зеркало. Повторяйте не сложно.